Вечера на хуторе. С аппетитом ужинают, любуются природой, веселятся. Но зимняя забава это так для соцсетей. Здесь обсуждают, как лучше дружить против России. У нас, Евросоюза и НАТО отсутствует стратегия. В отношении России нет единой позиции. Система четко высказанных ожиданий. Чего мы хотим? Кто мы? Европа, чего мы хотим? Явно не партнерство с Россией. Это подтверждают темы докладов. Гибридная война против России. Усиление НАТО у российских границ. Дискуссия только для своих. Список участников не афишировался, но ради них отселили всех, кто жил в пятизвездочном загородном отеле. Это закрытая вечеринка. О том, что происходит здесь, на политической кухне, не рассказывают даже своим европейским журналистам. Но в итоге каждый год подают некое главное блюдо. И каждый год основные ингредиенты этого блюда – антироссийское настроение всех сортов. Кто в тесном кругу, ясно по записям с пометкой «Снежная встреча». Вот носки в цветах литовского флага на ногах показывает американский политэксперт Питер Доран. А вот в снежки с послом Швеции в Литве играет Анна Висландер, директор по делам Европы в Атлантическом совете. Все на антироссийских позициях. Бывший литовский консул в Санкт-Петербурге Эйтвидас Бейрунос замешан в скандале с британскими секретными агентами. Збигнев Писарский – организатор форума по безопасности, который даже европейцы признали форумом, зацикленным на Путине. Специальный гость – глава украинского МИДа Павел Климкин. «Снежная встреча полезна, чтобы обсудить, почему важно поддержать Украину. Особенно, когда Россия распространяет свое влияние. Если сопротивляться, то вместе. Я очень благодарен нашим литовским друзьям. Они первыми ввели санкции против России». Пресс-конференцию Климкина транслировал литовский МИД. Российских журналистов на «Снежную встречу» не допустили. «Нам можно уезжать». В аккредитации отказали, сославшись на то, что брифинг будет на литовском языке без перевода. Но вот что говорит полицейский, пока проверяет наши визы. «Представители литовско- и русскоязычных визы?» «Есть, да, русскоязычные визы?» Европолитики, выступающие за прозрачность и открытость, на этот раз не захотели острых вопросов. Публично обсуждали уже не гибридную войну против России, а деликатность отношений с Америкой. «США принимают активное участие в мировых событиях. Надеюсь, всё так и останется. Поэтому всё, что мы делаем как европейцы на нашем континенте, мы должны делать с большой ответственностью, не вызывая негативных реакций по ту сторону Атлантики». Встреча независимых политиков в Литве сегодня завершилась. Уже на следующей неделе некоторых участников ждут на Украине, в Мариуполе. Глава украинского МИДа анонсировал свой форум. Гвоздь программы, цитата, «разрушительное влияние России на Керченский пролив».